Прислали вот такие для города Тюмени. Я даже стану, да? Вот такие вот манишки. И люди, увидев эти волонтеры в этих манишках, конечно же, мимо не смогут пройти. Что будут делать волонтеры в этих манишках? Они не просто стоять, они будут встречать людей, выстраивать их в шеренге по 16 человек, для того, чтобы мы все могли уместиться по улице республика. И потом, наверное, очень хотелось бы сказать еще и не только о той памяти, которую сегодня мы несем, проходя в бессмертном полку. Знаете, вот хочется все-таки добавить о том, что люди шли с великим осознанием своей миссии, вот с тем осознанием единого духовного родства, со своими предками, со своим прошлым. Чтобы не было толчаи, чтобы все, знаете, в каком-то вот в едином порыве шли в этой колонне, понимая, какую миссию они несут. И тогда, наверное, наша колонна действительно будет, как когда-то те солдаты, которые шли с оружием наперевес, может быть, в последний свой бой. Но чтобы наши дети, идя в этой колонне, это осознавали и тоже шли достойно и красиво, не толкаясь, не расталкивая никого руками. Вот для меня это очень важно, я думаю, как и для многих тех людей, которые будут стоять за стороны и все это видеть. Потому что это тоже некий воспитательный момент, то, как мы будем себя вести в этой колонне. Она не должна напоминать толпу. Вот поэтому очень бы хотелось, чтобы люди услышали волонтеров, понимали бы нас и выстраивались вот в эту красивую, мощную колонну, связанную одним единым порывом, единым духом чести, совести и памяти.